Привет всем, меня зовут Андрей и вы на канале Техноэрудит. Это очередное видео из рубрики «Мысли вслух», в котором я хотел бы еще раз поговорить о сроке жизни технологии. И мне просто пришли на ум два других примера, которые позволяют порассуждать о том, каков же срок жизни технологии. И первый пример – это, как ни странно, видеокассеты. Их популярность сошла на нет очень быстро и от них отказались сначала в пользу дисков, а потом в пользу интернета. Еще и потому, что эта технология просто проиграла цифре. Компьютеризация захлестнула нас и все. Ну а второй пример куда более интересен. Это такая очень долго существующая технология, как движение под парусом. Очень долго – это более пяти с половиной тысяч лет. Именно столько человечество знакомо с парусом. И отказываться от использования ветра как движущей силы мы не собираемся. В первую очередь, потому что эта технология экологична. И сейчас человек думает над тем, как дополнить эту технологию. Например, использованием электромоторов. И действительно, парусно-моторные яхты могут быть построены не на основе ДВС и паруса, а на основе электромотора и паруса с применением солнечных панелей. Но и сам парус, как уже было сказано, появившись более пяти с половиной тысяч лет назад, продолжает совершенствоваться. Например, можно вспомнить турбопарус, основанный на эффекте магнуса. Это технология уже двадцатого века. Но кто даст гарантию, что паруса не будут совершенствоваться в будущем? Из этого всего можно сделать один единственный вывод. Степень осознания человеком полезности той или иной технологии обуславливает срок ее жизни. Ну а на этом все. Если все вышесказанное показалось вам слишком очевидным или неинтересным, то не обессудьте. Это всего лишь мысли вслух. Вы можете посмотреть видео из других рубрик на моем канале. Подписывайтесь. Будет интересно.